Ребята, всем привет! Сегодня я решил сделать обзор вот такой вот красивой палочки Mitsui Spectre в длине 802L с заявленным тестом 3.12. Значит пройдемся сразу по тест этой палочки заявлены производителем ExtraFast, но ExtraFast его мощь далеко, больше он похож на Fast скажем так. Значит по бланку. Значит бланк изготовлен из низкомодульного графита. Как видите спиннинг я уже поломал его, то есть я его забегая наперед его протестил от и до и в этом видео я вам расскажу как о плюсах этого спиннинга, так и о минусах. Значит что нравится на бланке, это здесь стоят Fuji кольца с противозахлёстывателем. Видите, да? Вот. И на комеле стоит такое же колечко Fuji Scam. Видно, да, я надеюсь. Что нравится здесь еще, это как исполнена ручка и катушка-держатель. То есть ну так интересный такой дизайн, как можно так сказать, как на топовых палках. Так, пойдем дальше. Значит реальный тест этого спиннинга это 7.22. Почему так, я вам сейчас объясню. Значит ловил я на этот спиннинг исключительно пилькерами от 10 до 15 грамм. То есть 10 грамм это скажем так по низам, 20 грамм оверхам. Когда я уже ставил пилькер 25 грамм, палка у меня значительно на подросах проваливалась. Что касается вобберов. Значит вобберами я ловил на эту палку от 60 до 110. То есть 60, 70, 80, 95 сотка нормально. Можно бросить и 110. Он его нормально продергивает, но только вобблер с маленькой лопатой. Что немаловажно. Что касается джига, это вес от 7 грамм плюс приманочка 3-3,5 дюйма и до скажем так 16 грамм приманочка 3,5-4 дюйма. Это его тест по низам и по верхам. То есть реальный тест этого спиннинга не 3,12 как заявлено вот здесь производителем. Реальный тест этого спиннинга примерно 7,22, но никак не 3,12. Так значит поговорим о дальнобойности этого спиннинга. Дальнобойность конечно в нем откровенно говоря очень хромает. То есть как говорится бросает он ровно на столько сколько он стоит. пробежимся по плюсам этой палочки. Значит что понравилось в этой палке это как работает бланк на вываживание крупной рыбы. То есть бланк работает, работает его вершинка и начинает вершинки заканчивая заканчивая комилем. То есть рыбу в 3-4 килограмма я с легкостью вытягивал на берег или вытягивал на камни. Смотри какая. Смотри что творит, а? Как дай. Давай. 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 Вот друзья вот такая красавица. Также из плюсов что понравилось то что этой палочкой можно ловить как и мелкую рыбу так и крупную рыбу. То есть она я вам объясню немножко позже. А еще самый главный плюс этой палки это цена. Цена ее примерно около 40 долларов. А теперь поговорим о минусах этого спиннинга. Значит минус этой палки это ее звонкость. То есть звонкости на банке практически нет. Скажем так. И самый большой наверное минус который сразу мне бросился в глаза из-за чего собственно и поломался этот спиннинг это качество стыков. То есть на стыке скажем так двух частей спиннинга стык часто расходится его приходится периодически поправлять. Это скажем так эта причина и оказалась основной причиной поломки этого спиннинга. То есть при вываживании крупной рыбы я не проверил скажем так стык и когда я его тягивал на берег то у меня просто спиннинг поломался на стыке. И по заключению я могу с уверенностью порекомендовать вот эту палку новичкам. То есть людям которые только хотят себя попробовать в джиговой ловле можно приобрести вот этот вот спиннинг. То есть этот спиннинг перекрывает скажем так и ультралайтовую ловлю и лайтовую ловлю. То есть вы можете ловить как и низкими весами так и весами скажем так максимум до 20 грамм его перегрузить. То есть вам не нужно покупать сразу два спиннинга. Значит что касается этой палки я говорю сугубо свое мнение так как ловил я этим спиннингом на протяжении года и я его подтестил. Как и по низам так и по верхам и в соленой воде и в пресной воде то есть у меня опыта предостаточно. Я его никого не навязываю свое мнение и я никого не хочу обидеть. Пускай там производитель на меня не обижается что я там сказал мне то не нравится то не нравится я вам сказал прямо как оно есть плюсы и минусы. Ну а вам ребятки спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте свои лайки ставьте дизлайки пишите комментарии может вы знаете что-то новое об этом спиннинге может у вас есть какое-то личное мнение делитесь со мной всегда рад всегда всем на все комментарии насколько вы знаете я всегда отвечаю. Спасибо за просмотр всего хорошего.